Ну что ж, дорогие друзья, новый час наступил, а это значит, что у нас в студии очередной гость. По очень важному вопросу мы сегодня будем обсуждать. Сегодня день мытья рук, ну а гигиена для человека важна, как никто, ничто другое. Именно поэтому у нас сегодня Ольга Пахматова, терапевт, кандидат медицинских наук. Ольга, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Прекрасно выглядите. И, пожалуйста, вперёд, ознайте по телефону 236 95 37, код города 391. О бытовой гигиене сегодня будем разговаривать. Но, тем не менее, начнём всё же таки с мытья рук. Действительно, это по-настоящему важно, тем более, что даже такой праздник придумали, потому как всё-таки с детства нужно приучать к этому и ребёнка, и если, может быть, сам человек не приучен, то каким образом правильно мыть руки. Есть, я так понимаю, количество времени, даже те же зубы чистить надо 2 минуты, к примеру, для того, чтобы какой-то толк от этого был. О руках. О руках. К любому вопросу нужно подходить разумно, по мере того, какая в этом есть потребность. Ну, без фанатизма, конечно. Ну, сам по себе разумеется. И в зависимости от того, какая ситуация, где человек находится. Если он в условиях агрессивной среды инфекционной, то, конечно, их нужно мыть и мыть и мыть. А если это привычная, спокойная для него среда, то только перед приёмами пищи или после посещения каких-то мест общественных. Можно. Может быть, стоит подбирать мыло какое-то особенное, специальное, жидкое или твёрдое, допустим. Ну и чем-то отличается, там, пиаж выбирать. Пиаж. Хороший вопрос. Если у человека есть какие-то ограничения по здоровью, непереносимость препаратов или же какие-то серьёзные хронические заболевания, тогда да, к этому можно подходить предметно, серьёзно, дотошно. А если у человека всё хорошо, скажем так, он здоров относительно, то это обыкновенное мыло. Скажите, а бывает сейчас такая ситуация, например, пришёл в какое-то заведение или, может быть, место, а у них закончилось мыло. Так происходит периодически. Вот в этой ситуации что делать? Сколько по времени тогда нужно, например, руки? Салфетки сейчас есть. Ну, допустим, нет. Бактерицы. Вот ничего этого. Подробое. Ну, то есть, к примеру... Ну, вот есть только вода. Только вода. Значит, тогда просто водой помыть. Сколько по времени это нужно делать? Чтобы смыть руки, помыть, всё достаточно. Просто сполоснуть, да? У нас есть звоночек в студии. Давайте его примем. Алло, доброе утро. Доброе утро. Да, здравствуйте. Меня зовут Татьяна Ларионова. У меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, а воду из-под крана в Красноярске можно пить? Или её обязательно надо как-то кипятить? Либо что-то ещё, какие-то махинации производить? Это безопасно или нет? Спасибо за вопрос. Ну, махинации, конечно, лучше не производить. Вода в Красноярске, она хорошего качества. Она проходит системой очистки, полагается всё согласно стандартам, санпину. И в то же время на сегодняшний день есть фильтры, всем известные. И воду лучше, конечно, кипятить. Лучше через кипяток, потом уже отстаивать её и потом употреблять. Да, потом употреблять. Хорошо, а вообще, в принципе, говоря о таких средствах, которые многие, я сейчас обратил внимание, используют, это такая... Жидкость. Да, да, да. И часть всего бывает, у меня знакомые не идут в туалет, там, допустим, чтобы помыть руки перед приёмом пищи. Они просто вот этой штукой пользуются. Да, она бактерицидным действием обладает, да. И действительно можно просто избежать похода... Уменьшить агрессивное воздействие факторов, безусловно. А если и то, и другое сделать? Тогда будет вообще замечательно. Можно руками есть. Можно есть. Лов. Всё как полагается. А если, допустим, вот мы говорим о быте, да, и о бытовой гигиене, когда маленькие дети в доме, то есть следует ли прибегать к каким-то дополнительным мерам? Ну, например, там, да, обрабатывать хлоркой или ещё какими-то специальными моющими средствами. Как часто стирать игрушки мягкие? Они же пыль набирают в себя. Спасибо опять за вопрос. По мере загрязнения, по мере загрязнения, если это была какая-то прогулка, где там перемазались дети, тогда, конечно, нужно постирать и помыть. А если это обычная, ежедневная, текущая уборка проводится, то этого достаточно. А вот чуть ранее говорили о том, что может быть агрессивная среда, ещё что-то. Ну, само собой разумеется, понятно. Допустим, зимой мы там, не знаю, меньше потеем, ещё что-то. Летом у меня вот часто ощущение того, что руки грязные. Вот насколько это соответствует действительности или, ну, это просто вот в мере того, что, собственно, на улице жарко? Не, ну, всё зависит от того, где вы находитесь и что вы делаете. Если вы там дошли пять минут от одного места от другого, то это одно загрязнение. А если вы весь день, допустим, что вы делаете? Ездите в автобусе или здороваетесь с людьми целый день. Словно они загрязняют. Хорошо. Ну и, разумеется, после того, как использовали деньги там, может быть... Деньги, двери, телефоны, ну, ручки. Все вот места, которые часто используются, которым прикасаются все. Ясно всё. Огромное спасибо за беседу. С нами была Ольга Пахмутова, терапевт, кандидат медицинских наук. Мойте руки, господа и дамы, берегите себя. Продолжение следует...